Дом общей юрисдикции, таким образом, в пользу одного супруга, близко на 50 тысяч, и в пользу другого, близко на 70 тысяч. Зачет судами общей юрисдикции, как вы знаете, не проводится. И тут наступила счастливая супруги оба пенсионеры. Счастливая пара банкротства пришла, и приходит вот эта вот добрая женщина и говорит, да что ж такое-то происходит? Ну ее вполне можно понять. Я, говорит, конечно, хочу включиться к нему в реестр, не очень понимая зачем, но тут же опять же гнетет меня та ситуация, что вот эти 50 тысяч на свои пенсии на каждый месяц же списывают. И такое у меня нехорошее ощущение, что так и будут продолжать. Вот как в такой ситуации разрешить вообще? Вот мне ничего. У меня, сразу скажу, все разрешилось очень просто. Судебный пристав-исполнитель не мудрство и лукаво провел зачет уже в процедуре банкротства. Его ничего не смутило приставов, не всегда чему-то текущает. Ну и слава богу, он как бы ситуацию разрешил. А вот вообще, исходя из всех этих принципов справедливости, да, там и так далее, тут даже не о банке идет речь. Леточ идет о другом физическом лице, который, собственно говоря, тоже, по сути-то ничего не должен. Вот как? Как туда взыскать, а сюда взыскать. Туда и сюда. Можешь исполнять, а он не может, он покроет. Да? Да. Все, отлично, правда? Чудесная ситуация. Нет, ну а другое. Ну, они еще поцелеменную полку продажили этот кредит вместе. Как раз разделом общества там было в связи с тем, что супруг, каким-то образом затаившись, нажим эти кредитные обязательства самостоятельно, тратим их на какие-то свои, никому не известные цели, а жена была не в курсе, но это все устроено, 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 ну да.